Hey, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой битиканал снова! Меня зовут Юлия Прелл, и в сегодняшнем видео я хочу вместе с вами распаковать посылку со Style Korean. Как вы знаете, если вы со мной долго на этом канале, то я обожаю корейский уход, корейскую косметику тоже, вот. И я даже не помню, когда я последний раз покупала что-то из Sephora, за исключением тонера от Palace Choice и некоторых продуктов от Gloricep. Это один из моих, наверное, самых любимых брендов в Sephora, но, тем не менее, большинство продуктов, которые я использую, это чисто корейский уход. Если вам нравится корейский уход, то это видео вас порадует, потому что я прикупила парочку, ну, интересных вещей, как мне кажется, какие-то новинки и некоторые продукты, которые у меня заканчиваются так же, которые у меня закончились почти уже. Заказываю уход я обычно с сайта YesStyle, это, наверное, самый огромный сайт, который, к сожалению, как я поняла, не доставляет в Россию, что очень печально, но он работает очень близко с американской аудиторией. И это здорово, потому что ты получаешь заказы реально за три дня, это даже раньше, чем Sephora бы доставила их заказ, если бы я заказывала что-то онлайн без экспедиционной доставки. А вот на Style Korean это мой первый заказ, за который я заплатила свои собственные деньги, потому что до этого Style Korean отправляли мне пиар-рассылки, чему я очень благодарна, в общем, я решила сделать все сама и выбрать продукты, которые я хотела. И я очень рада, что посылка пришла так быстро, за три дня всего лишь, ну все, я перестаю болтать, и давайте же откроем эту большую коробку. Ощущение, что там целая куча всего, когда я собирала свою корзину, мне почему-то не казалось, что у меня получится столько ухода. Если честно, в прошлый раз, когда я делала заказ на Style Korean, я все тщательно изучала, изучала мнение разных бьюти-блогеров, которые именно специализируются на уходе. В этот раз я взяла то, что мне показалось интересным, и, наверное, то, о чем я слышала, хорошие отзывы. Так, например, одна кореянка-блогерша, которая как раз-таки специализируется на уходе, она рекламировала бренд Cosa Rex, и это вдохновило меня купить что-то из Cosa Rex, то есть она продала мне это. Вот, и что я приобрела, это вот такие патчи с муцином улитки. Я, если честно, сейчас просто в восторге от ухода с муцином. У меня есть эссенция, у меня есть сыворотка, у меня есть крем с муцином улитки. Я использовала его, по-моему, три дня подряд, и я стала замечать, что моя кожа стала гораздо-гораздо лучше, она и выглядит более, не знаю, сияющей. И просто я просыпаюсь с утра, и я понимаю, что мне иногда даже не хочется макияж делать сейчас, потому что моя кожа, она просто идеально выглядит. Это самое лучшее чувство, когда ты просыпаешься и понимаешь, что уход, который ты только недавно начала использовать, он работает. Так вот, я извиняюсь, заговорилась. Эти патчи, они у нас с муцином улитки, и как я поняла из отзывов, эти патчи, они просто огромные. Их можно реально нанести на все лицо, на разные части, и они настолько огромные. Патчи не очень дешевые, надо сказать, они стоили в районе 25 долларов, а обычно я покупаю патчи, наверное, за долларов 15, базовые какие-нибудь от Елизаветы или что-то вроде того. Но я решила, что почему нет, все-таки я слышала много об этом бренде, много хорошего, особенно их линейка с муцином, она у многих вызвала большой интерес, давайте же мы их откроем. В принципе, обычная банка, которую вы можете ожидать увидеть в патчах, и что мне очень нравится, это вот такие вот щипчики, которые позволяют вам продукт достать аккуратно. Вау, они реально огромные. Вау, там очень много этой эссенции, поэтому я, пожалуй, не буду доставать их, но, в общем, я надеюсь, что если вы захотите увидеть мое видео с уходом, то я покажу вам их в действии. Вот, я в восторге, что я их купила, и самое главное, что Cosa Rex это зарекомендавший себя бренд, которому можно доверять. Кстати, ничем не пахнут эти патчи, а вот эту сыворотку я в руки ватру. Далее, я решила дополнить свою линейку ухода за лицом с продуктами с муцином улитки, и прикупила сыворотку с муцином улитки от бренда Bintone. Как мне кажется, один из самых таких известных брендов, который специализируется именно на муцине улитки, и я подумала, что, в общем, когда все с муцином, да, вся ступень у тадуя с этим компонентом, это гораздо-гораздо будет лучше для кожи. И вот так эта сыворотка выглядит. Пластиковая, не очень тяжелая, очень приятно ощущается в руках, и мне кажется, дизайн, он тоже очень даже красив. Да, это что-то такое эстетически, эстетически приятно смотреть на эту упаковку. Дайте мне знать, ребят, если вы когда-либо начинали использовать продукты с муцином, мне очень интересно узнать, были ли какие-то результаты, которые вы увидели сразу же, прям, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что мне реально интересно, кто что думает о таком продукте, как муцин. Я забыла сказать вам, я делала заказ на Сталик Рен, потому что все умывалки, они закончились, и я подумала, ну, окей, я куплю 2-3 умывалки, и в итоге что? Конечно же, твоя карточка, в смысле карточка, корзина, она наполняется и наполняется. Насколько я помню, на Сталик Рен нужно сделать заказ на сумму где-то около 80 долларов, только тогда вы получаете бесплатную доставку DHL за 3-5 дней, ну, в общем, пришлось, да? Первая умывалка, которую я купила от бренда Haruharu, да, Haruharu это прям бренд, который врывается на рынок корейского ухода, и, в принципе, эта умывалка, она не очень дорогая, но я, знаете, сейчас вот, какого мнения о ценах? Я лучше один раз куплю что-то иногда подороже, конечно, хорошо, когда у тебя есть умывалки, ну, не такие дорогие, да, но все-таки уход, какая косметика, как мне кажется, иногда требует вложений, и я это сделала. Так, почему она не открывается? Также сейчас я стала обращать внимание на то, чтобы моя умывалка, мой гель для умывания был с PH 5.5, то есть это тот идеальный баланс в геле для умывания, который не позволяет вашей коже выслушиваться во время умывания, ваш барьер защитной кожи, он также не страдает от умывания, вот так выглядит эта умывалка, очень даже хороший, красивый дизайн, эта умывалка, она без запаха, я не знаю, иногда мне нравятся умывалки с запахом, иногда нет, моя последняя умывалка, которая сейчас буквально там осталась чуть-чуть в бутылочке, это умывалка от Ravectin, о ней просто только лениво не говорил, она настолько хорошая, и вот, кстати, именно умывалка от Ravectin, она наиболее популярна в линейке Ravectin, вот, и она без запаха, надо сказать, что со временем ты привыкаешь к продуктам без запаха, ну и в принципе это для кожи очень даже хорошо. Далее, я взяла, это уже моя вторая банка, Tonning Pads, то есть это ватные диски, они уже смочены в жидкости, вы достаете это из банки и просто протираете лицо. Вообще, если вкратце, эти пэды или ватные диски смочены в пробиотическом растворе, то есть там очень много пробиотиков, идеально на дни, когда я, допустим, слишком ленива. Классная вещь, которая приятно пахнет, здесь запах есть, запах очень, я бы сказала, он нелегкий, он такой средний, то есть он реально чувствуется, и в общем, если вы не любите запахи, то, наверное, это вам не очень понравится. Запах, это, наверное, то, с чем я могу мириться, потому что я считаю иногда, как, я использую что-то с запахом, да, а все остальное у меня уже идет без запаха, то есть таким образом нет такой большой нагрузки на мою кожу за один раз. Далее, собственно, вторая умывалка моя от Pyunkang Yol. Я бы сказала, из всех умывалок эта упаковка наиболее чистая, прям вот супер эстетика, эстетика зашкаливает. Классная умывалка по отзывам, она также регулирует pH баланс кожи, и здесь просто минимальное количество ингредиентов. И, кстати, когда я делала заказ, я хотела взять много разных умывалок с разными текстурами, то есть это у нас умывалка в форме пена, то есть она пенится, когда вы ее мылите, а эта умывалка у нас в форме геля, то есть мне нравится иногда экспериментировать с текстурами, какие-то умывалки они лучше именно на день, а какими-то гораздо более приятно пользоваться, например, вечером. Это еще не все с умывалками, ребят, это еще не все. Другой гель для умывания от бренда Seoris, бренд, о котором я слышала очень много. Бренд этот не очень прям, ну, дешевый, бюджетный, но очень качественные продукты они производят, это факт, отзывы об этом говорят. И эта умывалка, она у нас не в форме геля, не в форме пенки, она у нас именно по текстуре как что-то молочное, milk cleanser. Меня это очень заинтересовало, на самом деле, упаковка просто высший класс, она, кстати, такая как твердый пластик, и очень здорово, что это не какое-нибудь стекло, потому что стекло очень легко разбивается в душе. Супер красиво, мне очень нравится, как это выглядит, и многие говорили, что этой умывалки хватает на очень-очень долгое время. Давайте же мы откроем ее и понюхаем. Он ничем не пахнет, вообще ничем. Да, мне кажется, я права была, эта текстура, она молочная текстура, то есть это, если вы знаете перевод этого milk texture или milk cleanser, напишите внизу, потому что я сейчас не могу подобрать это слово. И по комментариям я поняла, что этот продукт, он очень хорош для именно жирной кожи, комбинированной. Сейчас я понимаю, почему, потому что в составе у нас на первом месте идет вода из листьев зеленого чая. А, кстати, чем Style Korean также знаменита? Тем, что они дают очень много тестеров, то есть чем больше вы, понятное дело, потратите на их сайте, тем больше вам придется всяких плюшек в подарок. И первое, что мне положили, это Sika Kika Special Trial Kit. Я так понимаю, это средство с центеллой азиатской, какие они миленькие, ооо. Это очень мило смотрится, хватит на пару применений точно. Бренд называется у нас Sika and Care. Надеюсь, я правильно произношу это. И далее я тут вижу ампула с центеллой азиатской. Далее я приобрела эссенцию от бренда Beauty of Joss. Надеюсь, я правильно произношу. Опять же, каждый бьюти-блогер, который специализируется как раз-таки на уходе за кожей, просто клялись в том, что это самая лучшая эссенция и вам нужно попробовать ее. Слава богу, эта эссенция не очень дорогая, то есть у нее прям очень, ну, я не знаю, приемлемая цена. Каждый может попробовать ее, она не стоит там, знаете, как крыло самолета. Эта эссенция у нас с экстрактом женьшеня, что просто не может, как мне кажется, не привлечь любого человека, кто ухаживает за своей кожей. Очень такая красивая баночка, нет ничего в ней лишнего. Кстати, эта эссенция, она должна, насколько я помню, давать коже невероятный блеск. И также, естественно, женьшень это хорошее средство антиэйджинга против стрейни, против морщин. Далее я не смогла удержаться, честно, нет. Я взяла вот такую милую штучку, благодаря которой волосы не будут мараться или пачкаться, или я не смогу их намочить, когда делаю свой уход за кожей. Я давно, очень давно видела много и блогеров, и просто простых людей, у которых на голове была эта повязка. И я такая, хм, откуда они ее берут? Где я могу взять? И вот я ее увидела, и я просто не могла пройти мимо. Но, оказывается, этот продукт стал выбором журнала Glamour в каком-то году, в 2017-й России даже написано. Вау, она очень мягкая, она мягкая, как плюшевый мишка, я бы сказала так. У меня много есть вот таких вот повязок, но это, мне кажется, сейчас станет моей любимой, просто потому что, как она чувствуется в руках. Видно, что она очень качественно сделана, поэтому я рада, что я купила. Да, у нас осталось совсем немножко товаров. Далее, я приобрела также от бренда Beauty of Jossun. Jossun. И эта сыворотка для блеска кожи, называется она Glow Serum. Об этой сыворотке я тоже слышала много хороших вещей, и на Е-сталь как раз-таки ее нет в наличии, поэтому я была рада, что она была на Style Korean. Эта сыворотка у нас с прополисом и неоцинамидом, то есть там нет никакого витамина С, я так понимаю, но при этом она дает вот этот блеск, который, мне кажется, каждый из нас хочет увидеть после того, как мы сделали наш уход, правильно же? Вообще, я ни разу не использовала никакие сыворотки с прополисом, а зря, потому что прополис это просто такое шикарное средство. Его очень полезно употреблять в пищу, естественно, но использовать прополис в уходе, мне кажется, это просто вдвойне здорово. Сыворотка выглядит также, в принципе, в стиле этого бренда, я чувствую этот вайп, все очень красиво, эстетично, просто. Она ничем не пахнет даже. А вот знаете, иногда очень может раздражать упаковка с вот такой вот пимпочкой, потому что бывает временами невероятно сложно достать продукт. Вот, вау, вообще запах никакого нет, абсолютно ноль. По текстуре это текстура, я бы сказала, как гелевая. Я бы сказала, это та текстура, которая чувствуется, что она останется на лице и впитается сразу же. Вот так это чувствуется. Здорово, окей. И знаете, что еще здорово? Я не чувствую липкости. Это мне уже нравится. Мне кажется, последнее, что я взяла, потому что это все у нас... Нет, это не последнее. Я, естественно, не могла пройти мимо масок. Маски, это мы любим. Кстати, каждые, наверное, 4 дня или каждую неделю Стал Курен обновляет свои акции, свои промо. То есть, допустим, я купила эту маску за 15 долларов, тогда как если я покупала бы ее по обычной цене, она была бы 30 долларов. То есть у них были дни не у Джены, вот поэтому я закупилась не у Джены, как можно видеть. На эту маску были очень хорошие отзывы. Это маска с жемчугом, и меня она привлекла, потому что, во-первых, я получаю здесь, по-моему, 10 штук. То есть 15 долларов за 10 штук, это очень невероятно здоровская цена. И вот так выглядят эти маски. В принципе, простая упаковка. Есть на любом сайте такие маски, которые так красиво выглядят. Упаковка, мне кажется, это то, что очень заботит корейских производителей, и каждый пытается сделать упаковку уникальной и отличающейся от, допустим, других брендов. И как раз-таки к разговору о масках. Конечно же, я не смогла не купить парочку из них хотя бы. И первая маска... Я думала об этой маске долгое время. Я думала, нужна она мне или нет. В итоге я решила ее взять. Она стоила 3 доллара. В этой маске содержится сыворотка. Вот из той сыворотки, которую вы можете видеть на упаковке. Это круто. Далее у меня закончились мои патчи от прыщей. Я взяла патчи от, опять же, COSRX. Это их Clear Fit Master Patch. И я, если честно, не пробовала ни разу именно вот этот стиль патчей. Я пробовала, помню, их упаковку с красными патчами. Но почему-то решила взять именно эти. И здесь у нас 18 штук. Стоило такое, по-моему, около 4 долларов, если я не ошибаюсь. Я решила взять такие маски с форме желе. То есть она желейная маска. Она называется I'm sorry for my skin. И эта маска у нас для придания коже сияния. Что мне показалось очень интересным. Это то, что она желейная. У меня не так много было масок в желейной текстуре. И мне кажется, это здорово. И это мне дали в подарок сам сайт. За что я очень благодарна. Это у нас маска от Innisfree с морковкой. Очень интересно. И это у нас один пат, который у нас в масле от Neogen. Я так понимаю, он для того, чтобы удалить макияж лица. И вы знаете, ребят, это все. Вот и весь наш холл, так называемая распаковка. Надеюсь, вам понравилось, что вы сегодня увидели. Мне будет очень интересно, если вы напишите в комментариях, что вы пробовали из того, что я сегодня приобрела. Что вам понравилось, что нет. В общем, давайте пообщаемся. И да, я в нетерпении попробовать уже все то, что я сегодня купила. Потому что ухода никогда не бывает много. Но я всегда стараюсь закончить что-то, чем я уже пользуюсь, перед тем, как начинать что-то новое. Таким образом, уход просто так не стоит и не портится. Не так ли? В общем, да, ребята. Мне было очень приятно видеть вас сегодня на своем канале. И благодарю вас, что досмотрели это видео до конца. Также я, в свою очередь, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Ваша Юля, я прощаюсь. Всем пока!